Ты пример для любого мужчины, любой национальности. Скажи, пожалуйста, как ислам относится к анаше? Я привожу. Если завтра скажут, что марихуана не опиняет и не является наркотическим средством, соответственно, она станет халяльной для мусульман. Убийство человека, оно является преступлением, если это происходит не по праву. По праву же убийство человека происходит в случае войны, в случае решения. Стасан. Тумсо, здравствуй. Ты пример для любого мужчины, любой национальности. Скажи, пожалуйста, как ислам относится к анаше? Так же, как к алкоголю или лучше, хуже? Суровое ли это наказание по суне и отличается ли от алкоголя? Я не специалист в исламском праве, поэтому не могу тебе точно ответить на этот вопрос. Насколько мне известно, подобного рода запреты, как на, будь то сигарета, будь то марихуана, или какие-то наркотические средства, на все это идет запрет в соответствии с какими-то выводами других специалистов и других ученых. То есть нет прямого запрета. Допустим, на алкоголь есть прямой запрет в уране, и здесь это не связано с какими-либо выводами и заключениями иных специалистов и ученых. Здесь ничего не нужно. Но, допустим, сигарета, здесь уже фетва о вреде, о запрете, о соответствии, о запрет соответствии с тем, что это вредно, понимаете? То есть запрет на сигарету, он базируется на том, что она вредит здоровью. А вот то, что она вредит здоровью, это уже заключение медицинских специалистов. То есть здесь не сам исламский ученый взял и принял решение о запретности сигареты просто так, потому что на это есть какой-то довод там из урана или сунны, или потому что он так посчитал. Нет, потому что медики сказали, что это вредит здоровью, а ученые ислама знают, что все, что вредит своему здоровью, это является запретом. То есть вредить собственному здоровью нельзя, это запрещено. Соответственно, этот запрет на сигарету, он связан с выводами иных специалистов. Также я не встречал, чтобы, допустим, на марихуану или на какие-то отдельные наркотические средства, такие как, будь то героин, кокаин и прочее, чтобы на них были какие-то прямые запреты в религии. То есть мы, текстов каких-то я лично не встречал. Поэтому я думаю, что и на марихуану, и на другие наркотические средства, их запрет связан с выводами иных специалистов и с каясом, как это на русском языке? Субханаллах, как каяс переводится на русский язык? Аналогия связана с аналогией, когда алкоголь запрещена так, как она опеняет. То есть вообще опеняет любое, точнее запрещено любое опеняющее. То есть здесь сделаны выводы, что это тоже опеняет, идет помутнение разума от этого всего, поэтому это тоже является запретным. И скорее всего, наверное, наказание у этого тоже будет одинаковое. Этого я не знаю, я не специалист. Но вообще к чему я это говорю? Я говорю это к тому, что подобного рода запреты, они всегда связаны с выводами иных специалистов. Будь то медики в вопросах здоровья, или какие-то там иные вопросы, связанные с физикой, с химией и прочее. Как, например, какая-то вещь станет, например, запретной, если в ее составе обнаружится что-то запрещенное в религии. И если химики, например, скажут, что в составе вот этого вещества есть то, что запрещено, это станет запретным. Приблизительно вот такая же ситуация и с тем, что ты перечислил. Поэтому я не знаю, я не могу сказать, как это наказывается, какова степень всего этого. Могу лишь сказать точно, что все, что опеняет, это, разумеется, запрещено. Но вот вопрос, опеняет ли это, на этот вопрос должны отвечать специалисты. Это не ко мне. И уже в соответствии с этими ответами будет фетва ученого. И надо всегда понимать, что то, что сегодня, допустим, запрещено, может завтра стать дозволенным из тех вопросов, на которые нет прямого запрета в Уране и в Суми. То есть те вещи, на которые запрет был вынесен в соответствии с решениями других специалистов, если другие специалисты завтра скажут, что они ошиблись в этом, то и запрет с этого спадет. Вот, понимаете? Как пример это я привожу. Если завтра скажут, что марихуана не опеняет и не является наркотическим средством, соответственно, она станет халяльной для мусульман. То есть запрет на нее спадет. Это просто как пример я привел. Не нужно писать Тунсо, ты что, хочешь сказать, что она не опеняет? Нет, я просто это привел как пример, чтобы вы понимали запретность этих вещей, не связанная напрямую с каким-то священным текстом. И, кстати говоря, я не знаю насчет марихуаны. Может, у нее есть какой-то отдельный текст. Это мне неизвестно. Это я просто как пример привел. Ни в коем случае это не нужно опускать на какие-то отдельные моменты. Максимус. Ас-саламу алейкум, Тунсо. Ты подтверждаешь слова своего брата о том, что если бомбардировка США ядерными ударами – это преступление, то катапульты пророка, Господи, Аллах и приветствуют, это еще большее преступление. Алейкум ас-саламу арама талабаракаду. Мой брат сказал не так. Подведи точно, приведи цитаты моего брата. И эти слова я подтверждаю. Мой брат сказал, что если то, что запрещено делать в войне за ресурсы и так далее, то, что является преступлением в войне за ресурсы, за власть и прочее, это тем более является преступлением в борьбе за единоборие. Это я подтверждаю. Это абсолютно верные слова, так как преступление, если ты что-то сделаешь, если что-то запрещено в борьбе за власть, и это является преступлением, то как можно это преступление завершить в борьбе за единоборие? Если бы русские назвали войной войну 1994-1996 года, то бомбардировка Грозного не была бы военным преступлением. Когда что-то называется войной, допустим, если официально объявлена война, то действуют правила ведения войны. И если это не называется войной, соответственно, не могут действовать правила войны. Что касается бомбардировок городов, здесь очень важно понимать, что бомбардировка города или населенного пункта в том случае, когда там укрепился враг, и ты бомбишь своего врага, это не преступление. Целенаправленная бомбардировка, целенаправленные удары по мирному населению, по мирным объектам, это преступление. И ни в какой войне, ни в объявленной, ни в небообъявленной, ни в контртеррористической операции, ни в наведении конституционного порядка это не будет нормой, это везде будет преступление. Поэтому целенаправленные удары по мирному населению являются преступлением. Такие удары, как по центральному рынку 21 октября 1999 года, это преступление. Целенаправленное убийство людей, как в алдах, самашках, когда просто при зачистке убивают ни в чем не повинных женщин, стариков или даже мужчин из категории несражающихся, это тоже является преступлением. А если бы была объявленная война и просто наносились бы удары по врагу, при этом в этих ударах не было бы также и мирное население, это не было бы военным преступлением. Но, разумеется, мы бы это расценивали как жесточайший акт, за который мы требовали бы возмездия. Но военным преступлением это бы не являлось. Совершенно верно. И это не Тумсо придумал, это таковы международные правила. В борьбе за власть убивают людей это преступление. В борьбе за единобожие убийство человека тоже преступление. По вашей логике получается, что да. Убийство человека, оно является преступлением, если это происходит не по праву. По праву же убийство человека происходит в случае войны, в случае решения суда. Соответственно, если идет война, неважно она идет на каком основании, за что она ведется. Если идет война, то убийство во время войны является правомерным. Но только убийство сопротивляющихся сторон. То есть, когда одни военные убивают других военных. Это является правомерным убийством. Не является правомерным убийством, когда целенаправленно уничтожается гражданское население, уничтожаются посевы и подобного рода действия. Это, конечно же, является преступлением. Это является преступлением и во время войны. Будь то за власть, будь то за территорию, за влияние, за что угодно. И тем более это будет преступлением в войне за единобожие. В 1994 году в Грозном были боевики. По-твоему, российская армия была права, получается, что бомбила? Вроде бы ответили же на этот вопрос. В 1994 году Россия не признавала это войной. Они называли это наведением конституционного порядка. Соответственно, правило ведения войны здесь не действует. Здесь действует правило наведения конституционного порядка. Для России это была как бы ее территория, это был субъект России, это были граждане России. И они уничтожали таким образом граждан России. Во время наведения конституционного порядка не используется авиация, не используется военная техника. Там должна использоваться полиция, там должен использоваться спецназ. полицейский, максимум, ФСБ, но ни Министерство обороны, ни внутренние войска тем более. Или наоборот, внутренние войска еще могут в таких ситуациях задействоваться, но Министерство обороны никак. Субтитры создавал DimaTorzok